В этом году реконструкция пройдет на берегу реки Сатис в районе больничного городка, с другой стороны Маслихинского моста. Организатором традиционно выступит Военно-историческое общество 1945-й. Запланирована демонстрация новой техники и участие коллег из нижегородских военно-исторических клубов. Мы тоже с вами понимаем прекрасно, если реконструкция парка у нас состоится в этом году, то, естественно, то место уже будет непригодным для проведения таких мероприятий, поэтому нам надо новую территорию осваивать. Там хорошо чем, что меньше растительности, то есть деревьев меньше, и там больше видно. И по площади больше. И по площади больше, да. Педагоги и воспитанники Дворца детского творчества вышли с инициативой оформить открытки ветеранам детскими рисунками. В течение учебного года в ДДТ проходил конкурс. По его итогам были отобраны три лучшие работы, которые могут украсить традиционные поздравления ко Дню Победы. Дети еще предоставили и тексты, то есть три варианта текстов, которые они предлагают для напечатания на этих открытках. То есть они предлагают от детей города, от внуков и правнуков направить ветеранам вот такие вот открытки. В День Победы в парке Мини-Зерново пройдет большая праздничная программа. Продолжится вечер традиционно около Саровского драматического театра. Там выступят солисты Нижегородского театра оперы и балета и оркестр Саровской дивизии. Завершится 9 мая в Сарове праздничным фейерверком. Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.